На сайте archumorius.com запущена новая программа тренировок по увеличению подтягиваний, как для начинающих, так и для продвинутых. Программа была проверена на десятках спортсменов. Все испытания прошли успешно. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы с Андрюхой проведем эксперимент, новый опрос. Теперь мы будем спрашивать у парней про девушек, какие девушки им нравятся. Естественно, мы возьмем не просто красивую девушку с красивой фигурой, а мы возьмем красивую девушку с не очень красивой фигурой и не очень красивую девушку с красивой фигурой и также девушку-качиху, потому что девушки-качки тоже существуют и они, наверное, тоже хотят узнать, выбирают ли их парни, либо нет. Давайте начнем, будет интересно, погнали! На самом деле с парнями должно быть все легче, потому что девчонок мы искали три дня и нашли всего лишь там 9-10 штук, но с парнями должно быть полегче, их побольше в городе на самом деле, и они более разговорчивые, то есть их легче разговорить, потому что девчонки все абсолютно стеснялись на камеру говорить. Сейчас посмотрим, что будет с парнями. У нас есть вот такая девушка, она не очень красивая, да, на лицо, но у нее, в принципе, хорошее телосложение, это первое. Вторая, это красивая девушка Дженнифер Лопес, да, но у нее как бы с фигуры сам видишь, там целлюлит, всякая шняга. И третье, это качок, неважно лицо, красивое, либо некрасивое, просто тело. Ага. Which one would you choose? Какую бы вы выбрали? Первую. Первую, не очень красивая, но с красивой фигурой. Спасибо большое. Идеальный не дано, брат, специально вот таких выбрали. Какую бы выбрал, красивую с некрасивой фигурой, либо не очень красивую с красивой фигурой. Мне кажется, первую. Первую, то есть с не очень красивым лицом, но с красивой фигурой. Огонь, спасибо. Первую с не красивым лицом, но красивое тело, да? Да. А ты? Скорее всего так. The first one. Yeah, окей, thank you so much. Потому что на лицо чаще смотрят, на самом деле, чем на фигуру. Ну, в принципе, да. Всё-таки. Спасибо тебе. Пожалуйста. Идеальный не дано, брат. Все какие-то такие. Но если из этого три выбирать, да? Ну, одну из трёх. Первую. Первую. А почему? Ну, потому что из всех зол выбирают меньше. Так смотри, блин, то есть ты выбираешь красивую девушку с плохой фигурой. Ты её просто прокачиваешь, она становится идеальной. Но лицо можно тоже прокачать. Блин, ну, слушай, как ты лицо страшное прокачаешь. Она ещё страшнее станет. Не факт. Факт. Вот эти губы, да, типа, или что? Нет. Друзья, я вообще не понимаю, почему все мужики выбирают некрасивую девушку с красивой фигурой. Потому что с красивым лицом рождаются люди, с некрасивым тоже рождаются. Я бы выбрал вторую с красивым лицом и просто бы её прокачал, блин. В чём проблема, ребята, вы чё? Таким мышлением, как у меня, видимо, обладают только спортсменом. Обычные мужики таким не обладают. Здесь красивое лицо, но тело, как бы, понятно, что оно не особо. Ну да. И девушка-качёрка. Какое больше всего нравится? Первый. Почему? Можешь бы сказать? Здесь соотношение красоты тела и лица более как-то скомпоновано. С красивым лицом или с красивым? Первый вариант, наверное, да. Можешь бы сказать, почему? Почему? Ну, потому что лицо во время дела, так скажем, не видно. Самое главное, сзади, так скажем. Поэтому. Или наоборот, некрасивые люди. Не, ну, люди обычно, люди обычно выбирают по душе. Так что, я думаю, вот это первое. Первое. А можешь сказать, почему? Просто нравится. Не, ну, фигура и просто, ну, татуировка классная. Я заметил, девушки обычно говорят, не-не, я стесняюсь. Мужики такие идут, короче, ты к ним подлетаешь, говоришь, здрасьте, мы опрос проводим, поучаствуйте, они такие, мне некогда. И идут, знаете, вот так, еле-еле, спешу, говорят, спешу. Третью можешь не показывать. Третью вообще, да? Да, вообще не показывать. Не вариант, да? Трухина, привет. То есть, первую либо вторую? Ну, да. Как считаешь? Не делай поспешных выводов. То есть, к тебе сейчас подошла вот такая девушка, не очень симпатичная, с красивыми сиськами, короче, и такая, блин, познакомимся. И вот такая подошла красивая, но, конечно, ты не увидишь. Не, она такая целлюлит тебе показала. Какую выберешь? Дядя, от той и от той чего-то. От той и от той нельзя, только одну какую-то. Не знаю, в этом, скорее всего, будет. Страшненькая. У нее странный путь. Блин, чего выбирает страшненькую все, я вообще не понимаю. Она мне бросит. Да, не-не, все нормально будет. Красивая девушка и с некрасивым телом. Ну, тело же изменить можно. То есть, ты второй выбираешь? Вот это? Наверное. Красивым лицом, но некрасивое тело. Блин, красавчик. Я бы тоже так выбрал, потому что можно прокачать. Мысли качков, вот так мыслят качки. Красавчик. Ну, первую тогда. Первую. Почему? Ну, потому что я не люблю, ты знаешь, какие объемные тела. Ну, ты смотри, берешь красивую, да, на лицо, и ты ее просто прокачиваешь за 4 месяца. Все, она идеальна. Почему вы выбираете страшную? Почему? Все, блин, наверное, 90% пацанов выбирают страшную. Почему? Я не знаю. Не знаешь? Ладно, спасибо. С парнями, как мы думали, все обстоит гораздо проще, потому что за полчаса где-то мы нашли уже больше 10 парней. Некоторые, конечно, отказываются, говорят, такие мы заняты и уходят. Но с девушками было сложно, капец. Ну что, вот такой вот ролик получился, друзья, как вы видели сами. Кого, Андрюха, выбирают? Я думаю то, что, ну, как бы, в основном выбирают первый. Блин, да, это очень странно. Как бы с некрасивым лицом, но с красивым телом. Почему так? Непонятно. Потому что можно с красивым лицом девушку просто прокачать, и все будет хорошо. А выбирают страшную, им, типа, жить страшной всю жизнь как-то не очень, мне кажется. Они говорят то, что можно прокачать лицо, но его не прокачать. Да, это бред. И тем более, смотрите, страшная она будет с годами стареть, да, и у нее тело тоже, даже красивое тело, оно объяснит и фигово будет. А красивая девушка, она как бы даже и в старости будет как бы неплохо выглядеть, и тело можно прокачать в любом случае. Такие вот дела. Ладно, друзья, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылочка будет в описании. Увидимся в следующем выпуске. И если наберут, не знаю, сколько, ну хотя бы 60-70 тысяч просмотров, то мы снимем новый выпуск, и он будет гораздо жестче. Погнали.